Hi there, it's Nassia и моя рубрика Handy Hacks В прошлом видео мы обсуждали вопрос как научить учиться а сегодня я решила перевернуть тему с ног на голову и мы поговорим о том, как научиться учить Периодически нас в комментариях спрашивают о том откуда брать знания по методике поэтому я не могу оставить этот вопрос без внимания Уж очень мне хочется, чтобы в нашем полку преподавателей пребывало Я не сторонница такой риторики, что настоящие учителя это только те люди, которые обязательно закончили педвуз и на это есть масса причин во-первых, там учат работать по госстандартам образования то есть педвуз это место, где готовят школьных преподавателей Я заставлю тебя учиться Хотя учить можно не только в школе и не только детей во-вторых, я сама в таком вузе училась и знаю, что если бы не практика, то все вот эти теоретические знания были бы бесполезными Поэтому начать можно с малого Я и многие мои коллеги начинали с репетиторства а потом уже углублялись в предмет Я начала репетиторствовать в 11 классе и на первом курсе устроилась на первую работу вела английский На первом курсе я сказала, что я не могу поехать проверять итальян диктант в воскресенье, потому что это единственный день в неделе, когда я работаю Работаю я учителем английского На что моя завкафедра и сказала Считается, что вы не имеете права преподавать потому что государство оплачивает вашу учебу А потом мне занижали оценки Ох уж эти детские травмы Ну то есть вы понимаете, да Такой подход, когда работа студентов не поощряется априори лишал нас возможности решать кейсы задавать вопросы приводить не какие-то абстрактные а реальные примеры из работы с живыми учениками а между тем умение преподавать это дело практики но и методическая база тоже нужна она позволяет сделать уроки эффективными и продуктивными ты начинаешь понимать структуру урока, цели, задачи, знакомишься с профессиональными методами например, как отследить прогресс или оценить работу на уроке потому что меня раздражает, когда сейчас преподаватели у которых есть некоторая практика они говорят, ой да ладно, это все методика полная фигня на самом деле она очень нужна судя по уроку, можно сказать владеет ли человек какой-то методической базой или нет потому что эффективность от этого тоже все-таки будет страдать если нет проводят занятия по старым учебникам по старым пособиям и они смотрят вроде ученикам нравится но это не то, на что нужно ориентироваться реально не то иногда ученикам может не нравится но ты понимаешь, что это, блин, это просто на болевшем это когда мои коллеги такие нет, мне не надо, я уже столько лет работаю да, это же все можно освоить и вне контекста педвуза но вопрос в том, будет ли человек заморачиваться, если ему и так окей однако есть вещи, которые без практики освоить невозможно я бы выделила вот эти умение находить общий язык с учениками понимание их индивидуальных особенностей и образовательных потребностей умение пользоваться различными техниками например, игровыми или мнемотехниками умение создать языковую среду и так далее этот список можно продолжать бесконечно так как, повторюсь, теория без практики это какая-то ненадежная история лучше всего начать преподавать и параллельно с этим изучать теорию кстати, вы участвуете в олимпиаде Sky Teach для учителей? она идет прямо сейчас, ссылка под видео участие бесплатно там можно проверить свои теоретические знания практические умения и посмотреть на уровень английского заодно а победители получат поездку в Дублин и на Мальту пойду-ка я сама поучаствую где же все-таки взять эти теоретические знания? мне с этим повезло, мне читали лекции и давали материал для ознакомления еще на первой работе мне рассказали про структуру урока, цели, задачи в общем, все эти базовые элементы и все это было очень интересно, детально и, главное, привязано к практике поэтому, если вот эти слова вы видите в первый раз, то очень рекомендую темы поподробнее изучить вкратце, цели это результат урока, к которому вы хотите прийти а задачи, это шаги, которые вы делаете для того, чтобы достичь этой цели структура урока состоит из разогрева, проверки домашнего задания теста, если есть, введения нового материала, объяснения ДЗ и рефлексии на разогреве или вводном этапе урока ученики переключаются на английский язык и настраивают свой речевой и слуховой аппарат на заключительном этапе происходит систематизация нового материала и так далее узнать об этом можно, пройдя курс ле... отучившись в педвузе ну, кстати, это не факт, что вы там это узнаете, я больше на практике это все узнавала, ладно узнать об этом можно, прослушав курс лекций, пройдя Цельта или сделать, как я, пройдя тренинг на работе кстати, в SkyTiche есть стажировка для начинающих учителей и студентов она подойдет как раз тем, кто английский знает неплохо, но с методикой как-то не особо знаком там дадут необходимые знания, обеспечат практику и также разбор уроков с методистом это очень интересный опыт и ссылку на стажировку даю под видео на то, станете ли вы высококвалифицированным преподавателем, влияет и ваше окружение профессиональное сообщество это коллеги, с которыми можно обсудить реальные случаи из практики, обменяться опытом и полезными ресурсами а еще ощутить поддержку, которая иногда очень нужна пообщаться с коллегами можно на оффлайн-курсах, семинарах и прочее возможностей в 21 веке много, не упускайте свою а если вы работаете онлайн, то для этого существует масса форумов, блогов и мы сообщество учителей SkyTeach так что пишите нам в комментариях, мы всегда на них отвечаем кстати, хорошо, что сейчас вспомнила, у нас на SkyTeach блоге как раз сегодня вышла статья на эту тему teaching hacks and where to find them загляните обязательно, там много того, о чем мы не успели поговорить в этом ролике ссылку, как всегда, оставлю в описании в общем, надеюсь, что у меня получилось донести то, что теория нужна, практика тоже очень нужна и что знания постоянно нужно освежать ну и также с чего-то нужно начать, а именно с базовой теории как планировать уроки, подбирать методы подачи и обязательно сразу применять это на практике смотреть, что заходит, а что нет, что нужно изменить, что улучшить и так далее короче, я вошла планировать свои уроки, а вам желаю больших успехов ну и напоследок дам один небольшой совет если на русском вам теория кажется унылой, то поищите материалы на английском на этом не все, ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал SkyTeach жмите на колокольчик и stay tuned, bye! и снимаю я из изолятора вчера видела чувака в противогазе я слюной подавилась можно не вставлять это в лупер, пожалуйста